здравствуйте меня зовут ирина шайдова сегодня будет грустное видео у меня случилась большая беда меня умерла мама сегодня я хочу немножко рассказать про свою маму и рассказать про свои планы по поводу видео на моих канал на моем канале не всегда говорила что видео надо снимать с хорошим настроением с хорошим посылом чтобы как-то передать этот хороший настрой вам чтобы немножко жизнь делать светлее на сегодня у меня нет никаких резерва во мне нет я думаю что какое-то время не ничего особенно будет позитивного вытащить из себя у меня есть несколько видео которые я записывала но какое-то время назад они мне не очень понравились я думала что я не буду их выставлять на канал но сейчас я думаю что как раз вот это время которое мне надо для восстановления моих сил в общем все таки я их выставлю запутала вас путаются мысли не знаю чем не говорить вот выставлю те видео где я была абсолютно счастлива со всех сторон даже не осознавая может быть этого вот будет видео с метистом видео с аквамарином я делала украшения и вы посмотрите и возможно какие-то короткие видео смонтирую с моими украшениями тоже которые были сделаны вот до этого периода почти неделю я уже не открываю никакие свои гаджеты у меня очень много сообщений в цапе очень много в инстаграм слов соболезнования в инстаграм я выставила пост выставила фотографию своей мамы и написала что ее больше нет очень много комментариев очень много слов поддержки я вам благодарна безмерно за это как оказалось мне это очень важно для меня мне становится легче когда я читаю такие слова вот я вас очень прошу за то что я не хватает у меня сил на все это ответить и поблагодарить как-то вас и под этим видео я тоже я все прочитаю но отвечать я скорее всего не буду потому что когда происходит такая потеря внутри опустошение что я думаю по поводу как дальше вот я выставлю эти два видео которые были записаны ранее и какое-то время я наверно помолчу вот мне надо чтобы вернуться потом что я вообще собираюсь сделать большая ли для меня это беда для меня это грандиозная беда но я сильный человек я восстановлюсь я все мне кажется правильно осознаю и понимаю просто мне надо какой-то период может быть даже просто поплакать моя мама мне всегда говорила на день рождения на мне поздравляла говорила какие-то слова и в конце она всегда говорила я твоя стена каменная я это знала она могла бы мне это не говорить вот и так повезло мне в жизни что в принципе таких стен каменных вокруг меня но все по периметру закрыт этот бастион это и мой муж и мои дети и мои друзья и мой брат и конечно моя мама и сейчас вот этот дыра зияет на самом надежном участке вот пробита это дыра мне надо какое-то время чтобы принять это но у меня на душе все равно светло это слезы мои я скорее жалею себя это я себе плачу что касается моей мамы сложно мне говорить даже не знаю с какого мне края зайти мне с одной стороны хочется рассказать потому что она была достойнейшим человеком человеком с большой буквы на было сильный вот морально сильный она прям могла отстаивать свою правду и и они не сбить было с ее каких-то позиций на которых она стояла и при этом она была очень добрым любящим человеком она умирывает отнесла только положительная понимаете когда человек добрый и сильный это прям самое такое сочетание мне кажется самая нужная самая даже не знаю сильно не могу найти слов моя мама родилась в сорок шестом году это послевоенные дети она была конечно продукт своей эпохи она всегда нам с братом учила нас на каких-то патриотических фильмах вот этот пример всегда был что предательство это самое худшее что может быть всегда говорила сам погибай на товарищи выручай я рассказывала в каком-то одном из видео что пять лет меня мама учила я знала стихи я знаю ты бежал бою и этим шкуру спас свою тебя назвать я не берусь одним коротким словом трус в общем то где-то может быть моей мамы каких-то вещах не было полутонов и мне это безумно нравилось она меня учила быть смелой ценить дружбу правильно выбирать себе друзей всегда было привито с детства уважение к старшим я до сих пор не могу у меня язык не поворачивается назвать человека который немного старше меня на ты это всегда только вы это все это все от мама при этом я никогда не слышала не в когда была маленькая чтобы в нашей семье кому-то кого-то осуждали обсуждали перемывали косточки в общем никогда такого не было все ее подруги никогда не слышала ни одного плохого слова знаю только с самой хорошей стороны хотя я знаю точно что и секреты какие-то были но все их секреты они все умерли вместе с мамой на их все сохранила в общем она была достойнейшим человеком на все время говорила драться надо так дерись это большая потеря но все равно у меня какое-то светлое ощущение она озарила собой эту жизнь она ушла в мир иной я уверена что там тоже ей будет очень хорошо я вот уверена в этом на сто процентов она была любима своими детьми она была любящей я благодарна судьбе то что моя мама прожила 75 лет всего полтора месяца назад мы отмечали ее юбилей мы очень душевно хорошо отметили были все внуки она была такой счастливой у нее был свой клан клан детей и клан внуков которых она обожала и нас с братом и всех своих внучек ее любили все мои друзья все друзья брата моего все нам тоже оказывали всякую разную поддержку в общем случились такие вещи которые это закон жизни так и будет и я пытаюсь объяснить своим детям это говорю что на самом деле все хорошо так и должно быть мы должны похоронить своих мам они должны будут похоронить нас похоронить достойно проводить в этот последний путь и оставить светлую память да и потом просто светло-светло всегда вспоминать хочу сказать что тем подписчикам которые есть у меня на канале если у вас живы родители отнеситесь внимательно к их просьбам вот пойдите прямо сейчас делайте как правило у пожилых людей уже не такие большие просьбы их так легко выполнить и вот если мне говорить всегда есть о чем пожалеть я свою мама любила и уважала и даже вот не знаю какое слово поставить первым уважала и любила это на на одном уровне идут эти понятия но всегда себя есть за что все таки и я никогда не словом не пол слова не обидела и не оскорбила свою маму никогда но все равно всегда ты думаешь что же ты еще не додал где-то был невнимателен не услышал и она ко мне с какими-то просьбами обращалась а я говорила я говорю мам но сейчас у меня много работы но я вот сегодня завтра поработаю а потом мы с тобой это сделаем и а потом уже может быть это и не надо было в общем конечно надо было внимательно относиться и если у вас живы ваши родители и они о чем-то вас просят не откладывайте на завтра сделайте вам самим от этого будет потом легко знаете у меня с мамой произошла такая скажите им что вы их любите просто обнимите и поцелуйте вот проявите тепло потому что люди в возрасте они так нуждаются в этом у меня мама за неделю до смерти попала в больницу и в один из дней и было очень плохо и она мне позвонила и уже вот просто из последних сил не говорила какие-то слова ничего особенного она мне там не говорила но я но я каким-то вот особым чувством почувствовала что она со мной прощается и она закончила разговор что все у меня больше нет сил разговаривать и положила трубку я проплакала всю ночь я была уверена что она умрет что она со мной просто попрощалась и когда она на следующее утро позвонила и у нее было хорошее состояние вот вы знаете я просто поняла что мне господь бог подарил вот это шанс сказать ей все что я и не сказала я всю ночь думала как же я и не сказала что я очень и очень сильно люблю знаете как мы вроде как они знают это но для себя это надо проговорить чтобы тебе легче стало вот и на следующий день когда она мне позвонила мы сначала она у меня всегда на позитиве всегда навсегда с чувством юмора она острая на язык за словом в карман не лезет чем все время с какими-то шутками прибаутками и мы сначала хотя и не очень хорошо было но чуть-чуть силы появились и значит появилась появились силы пошутить посмотреть на это с такой стороны вот и я говорю я не понимаю ты вчера со мной разговаривала ты со мной прощалась я говорю ты думала что ты умрешь она мне говорит да я вчера была уверена что все что я умру я игра сегодня еще решила пожить она говорит ну да еще вот еще решила что да рановато наверное и мы с ней там пошутили свои какие-то обсудили и потом я ей сказала все о чем я думала эту ночь понимаете какой мне бог сделал подарок он не дал второй шанс ей сказала все все как я люблю как она мне дорога я как я горжусь вот но прошло чуть чуть времени она конечно не справилась болезнь и ушла от нас и вот я сейчас думаю что если бы можно было закрыть глаза и мне бог бы дал подарок чтобы она еще на несколько дней вернулась бы я я бы выполнила ее просьбы она меня просила купить куртку новую мы бы обязательно сходили в магазин и выбрали ей куртку она последнее время все время говорила как себе вот выбери мне такую как себе она мне просила куртку а я делала бусы было много заказов я говорила мам ну еще на улице тепло давай чуть чуть попозже я вот сегодня завтра тут должна отправить заказы вот кстати про заказы которые у меня остались у меня осталось совсем немного буквально там два или три заказа медея ирина по-моему даже все я сейчас не могу даже собрать все мысли воедино я не отвечаю ни на одно сообщение мне все равно вообще что про меня там подумают вот я себе отвела эту неделю на какую-то реабилитацию я должна немножко восстановиться править привести все свои мысли в порядок вот и потом спокойно завершить то что обещала каких-то заказов я точно пока брать не буду даже если я что-то говорю что я сделаю это уже без оплаты это как у меня пойдет или не пойдет вообще как я думаю что вот я сейчас приехала тоже первый раз за несколько дней к себе в студию и я хочу пока вот все 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 разобрать разложить на свои места возможно по перебирать бисер бусинки в общем мне хочется навести порядок у меня просто какая-то потребность навести везде порядок везде протереть пыль разставить в своей голове все по полочкам разложить мне кажется что это из из одной цепи вещи да и потом обязательно что-то сделать красивое я думаю что наверное сделаю какой-нибудь кулон хочу сделать какой-нибудь кулон возможно это будет кулон в память моей мамы я сделаю для себя вот непременно мне надо преобразовать вот это чувство которое во мне сидит что-то красивое и потом пойти дальше потом я буду конечно снимать видео но возможно я начну просто с распаковок мне так легче да у меня есть не открытые посылки это тоже вот какие-то приятные моменты ожидания сюрприза вот ну а когда начну что-то делать вышивать когда у меня получится как накопить в себе силы положительные эмоции чтобы их отдать вам вот вот я начну снимать видео с украшениями потому что я понимаю что я украшения делаю на продажу у меня их покупают и мне хочется чтобы в них лежала моя положительная энергия а не опустошение вот хотя еще раз повторю начинаю говорить избиваясь что во мне нет горестного чувства во мне нет все равно во мне какой-то свет внутри потому что все все по-человечески мы уже похоронили маму у меня есть поддержка моя семья слава богу у меня есть еще мой брат мы очень близки с ним и мы знаете мы не маме он не маменькин сынок а я не маменькина дочка мама сделала свое дело когда мы были маленькими я никогда не спрашивала никакого совета мама всегда принимала мой выбор без всяких возражений нравилось ей это или не нравилось она всегда принимала стена же она моя каменная а еще мне мама говорила когда мы были маленькими что если я что-то не так делала и она чтобы я поняла ее реакцию она мне говорила я бы с тобой в разведку не пошла и я понимала что что-то я не то делаю вот что касается моей мамы я бы с ней в разведку пошла вот самый первый если бы не надо было кого-то взять в разведку это была моя мама и детей она знаете тоже благодарна что моя мама прожила 75 лет что я 52 года чувствовала себя любимым ребенком чувствовала ее заботу ее поддержку ее одобрение во всем еще я благодарна то что она очень тесно очень плотно занималась со своими внучками она постоянно с ними беседовала она в них вкладывала какие-то вот эти основы которые уже знаете вот поколение то оно очень отличается уже от нас мы отличаемся от своих детей мало того у меня две дочери которых разница 13 лет они уже отличаются между собой по мировоззрению по каким-то жизненным позициям своим но мама нас всех объединяла она все-таки гнула свою линию и несла вот это нет у меня сил находить какие-то вот она постоянно водила девочек на все военные фильмы на все патриотические фильмы она говорила что если бы не она мы бы вряд ли им это показали вот она говорила что это важно а еще она любила смотреть военные фильмы и она мне говорит знаешь какой мой самый любимый момент вот в фильме я говорю какое она говорит вот идет бой и силы не равны и наших осталось там совсем до ничего и все мы сейчас проиграем и вдруг подмога и кто-то встает и кричит свои и вот это говорит свои говорит у меня аж сердце говорит прям выпрыгивает от этой радости что поддержка пришла свои и вот она вот так вот свои она делала из нас понимаете вот свои это большая большая потеря для меня для брата в общем для всех для всей нашей семьи все переживают для друзей для ее подруг не знаю что еще сказать вы знаете я же люблю стихи вы знаете послушайте пожалуйста стихотворение у меня почему-то сейчас ассоциация именно с этим стихотворением я его очень люблю это стихотворение Давида Самойлова поэма но не пугайтесь она короткая цыганова я это стихотворение услышала отрывок из этой поэмы услышала на творческом вечере у Константина Райкина и он читал среднюю часть гостью цыгановых и он так ее хорошо читал там настолько я вам тоже сейчас ее прочитаю но мое прочтение оно конечно и в подметке не годится тому как читал Райкин я постараюсь найти ссылку в интернете и оставить вам исполнение Райкиным там вот прям чувствуется как борщ переливается как сало шкварчит на сковороде в общем все это у него передая он он словом интонации передал это все что у меня просто нарисовалась эта картина как будто ее нарисовали маслом постояли перед глазами у меня или фильм какой-то идет и я потом заинтересованная этим отрывком я стала искать эту поэму и увидела что всего лишь это маленький отрывок из поэма я прочитала полностью эту поэму она мне очень понравилась причем даже вот этот гостью цыгановых мне кажется что это всего лишь маленькая ступенька чтобы обрисовать жизнь цыгановых в общем мне близки стали и цыгановы и Давид Самойлов стихотворение было написано в семьдесят шестом году и я часто его перечитываю и сегодня хочу его прочитать вам Давид Самойлов Цыгановы глава первая запев конь взвился на дыбы но цыганов его сдержал повиснув на узде огромный конь коричневато-красный смирясь ярился под рукой областный мохнотоногий густогривый конь сердился и готов был взвиться снова хозяин хохотал а цыганова хозяйка полногруда и крепка смеялась белозуба с расписного крыльца держа ягненка сосунка а цыганов уже надел хомут и жеребца поставил мешоглобель и сам он был курчав, силен, огромен все было мощно и огромно тут и солнце и телега и петух и посреди двора дубовый ковель и цыганов поехал со двора а цыганова собрала дрова и в дом пошла и сразу опустела когда исчезли три могучих тела ее и цыганова и коня один петух свой гребень на креня глядел во след коню и цыганову потом хозяйка погнала корову и это было лишь начало дня глава 2 гость у цыгановых встречай хозяйка крикнул цыганов поздравствовались, сели стол тесовый, покрытый белой скатертью готов был распластаться перед цыгановой мгновение ока юный огурец из миски глянул словно лягушонок и помидор, покинувший бочонок немедля выпить требовал подлец и яблочко моченое лоснилось и тоже стать закуской упросилось тугим пером вострился лук зеленый а рядом царь закуски грусть соленой с тарелки беззаветно выпиял и требовал чтоб не было отсрочки графин был старомодного литья и был наполнен желтизной питья настоянным на нежнейшей почке смородиновой а также на листочке и на душистой травке он сиял при всем ждала прохладная капуста а в ней располагался безыскусно морковки сладкой розовый торец на круглом блюде весело лежали ржаного хлеба теплые пласты и полотенец свежие холсты узором взор и сердце облажали «Хозяйка, выпей!» крикнул цыганов он туговат был на ухо хмельного он налил три стакана цыганова в персты сосуд граненый приняла и выпила тут посреди стола вознесся борщ он был разлит по мискам поверхность благородного борща переливалась тяжко как парча мешая красный отблеск с золотистым картошка плавила сковороде вновь желтым самоцветом три стакана наполнились шипучий квас из жбана излился с плотным пенистым дымком яичница, как весьмиглазый филин серчала в сале стол был изобилен и тут блины с гречишным же блином шутить не стоит выпить под него святое дело так и порешили и повторили вскоре не спешили однако время шло чтоб подымить окно открыли двое пацанов с соседских с боем бились на кулачке по яблоку им кинул цыганов прикрикнув нате вот и не варначьте тут наконец хозяйка рядом с мужем присела байки слушала она мужицкие кто где ранен где контужен но снова два соседских пацана затеяли возню уже смеркалась тележным осень откликалась и в каждом звуке зрела тишина гость чокнулся с хозяйкой будь здорова будь крикнул цыганов а цыганова печально отвернулась от окна глава 3 рождение сына ребенка нес отец а цыганова была еще бледна и рядом шла ребенок в стеганой одеяльце из голубого шелка был одет перепоясан ленты с пышным бантом и чуть распахивался обнаружив тугую пену белоснежных кружев оркестра не было музыкантом был только ветер полевой флейтист он в поле развивал свой ровный свист так цыганов казавшийся гигантом над низким горизонтом шел с женой и нес ребенка позднюю весной на полевой дороге колеи еще хранили форму ранней грязи но было сухо рыжие слои напоминали про однообразие распутицы пот лил ручьем солба отцовского когда взошли на злобок перед ними свежий куст был робок но пел и поле пело как труба и вся округа перед цыгановым каким-то звуком наполнялась новым и новым цветом для него цвела он сына нес в атласном одеяльце и цыганова каменные пальцы и природа вся рожать бы не смогла он нес младенца в голубых обновах как продолжение старых цыгановых и как начало цыгановых новых он нес начало будущих веков родоначальника полубогов среди пеленок, кружев, одеялец лежал их дома новый постоялец и цыганов глядя при этом вниз чтоб незаметно были как лились из глаз его безудержные слезы остановились около березы на волуне присели отдохнуть и цыганова отворила грудь тут он увидел сына он не знал что так младенец немощен и мал и только понял что за это тело он все бы отдал чем душа владела и то свершил чего не совершал но вдруг ребенок сморщил свой носишко и расчихнул чихать умеет вишка промолвил с уважением отец а как же звать его сережка, мишка и впрямь как звать его подумал он а почему же каждое создание не знает каково его название зачем на свете тысячи имен и странно что приобретаешь имя которое придумано другими а сам бы как назвал себя трудна была то мысль его про имена он бросил думать и сказал жена пусть сын наш будет Павел и она чуть улыбнувшись отвечала ладно они всегда ведь с мужем жили и вот они пришли домой и в люльку плетеную ребенка положили чтоб там он спал покуда день и ночь пока пробрежет свет в его глазах и первый смысл его коснется слуха а впрямь ли так он днем и слеп и глух молчал отец жена дитя качала и это тоже было лишь начало четвертую главу я пропущу глава последняя смерть цыганова под утро снится цыганову конь приснился орлик и его купание и круп коня и грива и дыхание и фырканье все было полухание конь вынесся на берег и в огонь зари помчался вырвавшись из рук хозяина навстречу два огня друг другу мчались солнце и коня и цыганов проснулся тяжело открыл глаза ему в груди пекло он выпил квасу но не полегчало пождал и понял что-то с ним не так сказал хозяйка нынче я хвораю с трудом оделся и пошел к сараю а там в сарае у него лежак где он любил болеть кряхтя прилег и папироску медленно зажег и начал думать начал почему-то про смерть а что такое жизнь минута а смерть навеки навека веков зачем живем зачем коней купаем торопимся и все не успеваем а вот у всех людей удел таков и думал цыганов зачем я жил зачем я этой жизнью дорожил зачем работал не жалея сил зачем дрова рубил коней любил зачем я пил гулял зачем дружил зачем когда так скоро песня спета зачем и он не находил ответа вошла хозяйка как тебе а он печет в груди и рассказал ей сон она сказала лошади ко лжи ты поболей сегодня полежи ушла а он все думал как же это зачем я жил зачем был молодой зачем учился у отца и деда зачем женился строился копил зачем я хлеб свой ел и воду пил и сына породил зачем все это зачем была война затем победа зачем и он не находил ответа был день и в щели старого сарая пробилось солнце по полу играя сарай еще был пуст до петрова и он подумал зачем растет трава зачем дожди идут гудят ли ветра и осенью зачем шумит листва и снег зачем зачем зима и лето зачем и он не находил ответа в нем что-то стало таять как свеча вошла хозяйка не позвать врача я сам помру ответил ей ступай-ка понадобится позову хозяйка и вновь стал думать солнце с высоты меж тем сошло вдохнуло влажной тенью неужто только ради красоты живет за поколением поколения и лишь она не поддается тлению и лишь она бессмысленно играет в беспечных проявлениях естества и вот такие обретя слова вдруг понял цыганов что умирает когда под утро умер цыганов был месяц небес свеж бесцветен вновь и ветер вдруг в свое ударил бубны и клены были сумрачны и трубны скричал петух пастух погнал коров и поднялась заря из-за яров и разлился по белу свету свет ему глаза закрыла цыганова а после села возле цыганова и прошептала жалко бога нет на сегодня я прощаюсь с вами до свидания всем всего доброго до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...